не забудь подписаться и тебя ждут самые мудрые и духовные книги лучших авторов и дикторов русского интернета каждый день а сейчас пристегивайся садись поудобнее и мы начинаем вы не деятель добрый день роберт так хорошо снова быть с вами я приветствую вас от всей души я люблю каждого из вас именно такими какие вы есть существует только один способ для того чтобы превзойти все ваши проблемы и найти чистое счастье и покой кто может сказать мне что это такое перестать думать уничтожить ум уничтожить ум перестать думать бросить это бросить это это все хорошо но чем вы должны стать ничем тем чем вы уже являетесь не какой-то вещью генри на правильном пути сознанием чистом сознанием вы должны вернуться к тому чем вы были до того как родились чем вы были до того как родились ничем не какой-то вещи если вы можете вернуться к этому будучи его плоти то это будет называться самореализацией если вы не будете ждать чтобы умереть или покинуть свое тело то вы сможете на самом деле вернуться к тому находясь в так называемом теле тогда вы будете так сказать совершенно другом измерении вы будете видеть бесчеловечность человека к человеку вы будете видеть воины но вы будете в покое вы будете видеть целостность вместо больного тела вы увидите полное здоровье и абсолютную гармонию вместо кажущейся нехватки чего-то вместо ограничений вы увидите богатство превосходящее вашу самую невероятную мечту потому что вы вышли за пределы так называемого относительного мира в источник вашего бытия тем не менее вы действительно не должны что-то делать или куда-то идти вы уже на месте именно такие какие вы есть прямо сейчас это ваше мышление заставляет вас думать иначе это ваши промытые с детства мозги заставляет вас думать будто что-то где-то не так будто что-то неправильно будто вы должны что-то делать чтобы стать самореализованным это означает что вы мысленно должны отпустить свои привязанности к человеку месту или вещь когда вы пытаетесь сделать добро то на самом деле вы подразумеваете будто что-то неправильно неправильно не правда ли в противном случае зачем бы вы старались сделать хорошо если вы попытаетесь кого-то исцелить то вы должны считать что этот человек болен а иначе вы бы не пытались лечить его когда вы стараетесь помогать бездомным или бескорыстно работаете на благо других людей то вы создаете веру в игру май в том что в этом мире существует страдание бедность которые вы пытаетесь остановить разве вы не понимаете что я хочу сказать мир был таким с того момента когда он возник как сон чего на самом деле никогда не делал но в этой мая в этом сновидении есть люди которые поступают хорошо есть люди которые поступают плохо это все часть концепции двойственности если у них которые калечат убивают грабит есть люди которые дают любят и помогают идти и другие обманщики тем не менее я не говорю что нужно игнорировать ситуацию если вы игнорируете ситуацию то вы также делаете ошибку потому что вы верите в нею если вы верите в ситуацию то вы не можете игнорировать ее разве вы не видите этого пока вы считаете будто что-то не так вы должны сделать так чтобы исправить это другими словами если вы видите на улице голодного человека который просит у вас кусок хлеба то вы должны дать ему этот хлеб потому что вы видите как он голодает на улице но придет время когда вы не будете видеть голодающего на улице человек только одно ваше пребывание рядом с таким человеком удалит его голод без всякого материального хлеба все в этом мире мая это уловка чтобы держать вас в тонусе чтобы заставить вас скакать на одной ножке чтобы заставить вас двигаться вперед чтобы заставить вас что-то делать заставить вас помнить что добро это противоположность зло правильно это противоположность неправильно но вам не нужно менять одну противоположность на другую вам нужно превзойти противоположности попасть туда где ничего нет где ничего не существует там где нет ничего, там есть полная свобода. Когда я говорю об этом, я не говорю о полной свободе только для вас. Полная свобода, о которой я говорю всепроникающей. Если вы стали полной свободой, то полная свобода, которой вы стали, вездесущей. Поэтому везде, куда вы не посмотрите, будет полная свобода. Я имею в виду не эгоистичную личность человека, когда человек хочет преодолеть имеющиеся у него трудности и решить свои проблемы, в то время как остальная часть мира по-прежнему имеет и трудности, и проблемы. Я имею в виду, что когда вы действительно превзошли мир, вы превзошли его для всех, для каждого в мире, для каждого одушевленного и неодушевленного объекта. Мир в том виде, в котором он появляется, ни хорош, ни плох, ни правилен, ни неправилен. Попытайтесь это понять, когда вы стараетесь делать добро, когда вам кажется, будто вы помогаете. Но разве бедность исчезла? Разве она когда-нибудь исчезнет? Разве исчезла бесчеловечность человека к человеку? Разве она когда-нибудь исчезнет? Разве прекратилась вся мерзость мира? Или кажется, что все становится только хуже и хуже? Что случилось со всеми благодетелями, которые трудились ради свободы, мира, счастья и радости в этом мире? Они уходят, и никто никогда больше не слышит о них. И мир продолжает жить в своей глупости и бессмыслице. Сложно сказать такое среднему человеку с улицы. И он никогда не сможет понять это. Большинство из вас знает, о чем я говорю. Мир – это моя иллюзия. Когда иллюзия захватывает вас, вы играете свою роль. И вы вовлекаетесь в свою роль, вы верите в то, что вы делаете. Что вы приносите пользу, что вы оказываете помощь. И все ваши друзья поддерживают вас. Они говорят вам, какие вы добрые, что делаете добро для этого мира. Такие люди будут всегда. Конечно, вы можете сказать, что если бы все перестали делать добро, то этот мир отправился бы в ад. Мир уже в аду. И вы не должны никуда идти. Игра заключается в том, что каждому из нас отведена часть этой мая, этого ада, этой иллюзии. И мы думаем, что творим добро. Мы считаем замечательным то, что делаем. Мы помогаем человечеству. Мы, так сказать, наслаждаемся жизнью. Мы делаем все ради счастья. Постарайтесь понять, что все это часть двойственности. Все это часть игры. Следуя закону кармы, вы пришли в этот мир как хороший парень или как плохой парень. У вас нет выбора. Это все двойственность. Поэтому вы получили роль, которую играете в этой иллюзии. И вы возвращаетесь снова, снова и снова. И всегда кажется, будто вы играете другую роль. Один раз вы возвращаетесь в роли хорошего парня. Другой в роли плохого. Как в игре про ковбоев и индейцев. Один раз вы индиец, другой вы ковбой. И это никогда не заканчивается. И этому нет конца. Я говорил со многими людьми, которые работали ради мира в этом мире. Которые работали с бездомными. Которые хотели бы накормить бедных во всем мире. Это очень похвально. Это очень хорошо. Но все они говорили мне одно и то же. Они разочаровались. Ибо если вы накормили 100 человек, то в следующий раз к вашей двери придет 200. Если же вы накормили 200 человек, то в следующий раз к вам придет 400. И это никогда не заканчивается. Конечно, вы можете сказать, ну, по крайней мере, я накормил тех 100 человек, которые пришли ко мне. Я позаботился о тех, кто пришел ко мне. Еще раз, это верно до тех пор, пока вы находитесь в таком состоянии, когда считаете, будто есть бездомные и страдающие люди. Будто в этом мире существует несправедливость и жестокость. Будто вы должны сделать все, что можете, чтобы помочь преодолеть все это. Но если вы работаете над собой и преодолеваете мою иллюзию, то вы не становитесь человеком, который ничего не делает. Потому что вы более не человек. Индивидуальность была превзойдена, преобразована. Вы стали тем ничем, на который накладывается мир. Вы перестали быть одним из актеров, исполняющих свою роль на экране. И стали самим экраном. В качестве экрана вам абсолютно нечего делать, кроме как наблюдать за действиями актеров, смотреть на них. Тем не менее, мои слова о том, что абсолютно нечего делать, звучат парадоксально. Ибо вы все еще будете что-то делать, понимая при этом, что вы не деятель. Если я говорю, когда вы понимаете, что вы не деятель, то это означает, что вы не будете так думать об этом. Если вы не деятель, то некому будет думать «Я это не деятель». Не будет того, кто не деятель. Ибо если вы говорите себе, что вы не деятель, то вы деятель, пытающийся сказать «я не деятель». Если вы не деятель, то никого не осталось. Поэтому вы не можете сказать это. Вы не можете высказать это. Когда вы абсолютно свободны, тогда вы подобны листу на дереве. Лист на дереве качается в так с природой. Он бросает вызов бури. Иногда он умирает. Но сущность листа не умирает никогда. У вас та же сущность – чистое бытие. Вы – это чистое бытие. Попробуйте понять это, и это спасет вашу жизнь. Пока вы чувствуете, что должны что-то делать в этом мире, всеми средствами делайте это. Пока вы чувствуете, что не должны ничего делать в этом мире, любыми путями не делайте ничего. Тем не менее, что-то и ничего – это две стороны одной медали. Ибо есть тот, кто должен что-то делать, и есть кто-то, кто не должен делать ничего. Вы не можете сказать «я ничто», потому что я повторяю еще раз, если вы говорите «я ничто», то это означает, что вы что-то. Это причина, по которой безмолвие и есть просветление. Как только вы открываете рот, вы портите это. Как только вы думаете о чем-то, вы портите это. Ибо все, что вы говорите – это двойственность. Вы не можете сказать ни единого слова, которое имело бы что-то общее с реальностью и не было бы двойственным. Нет ни одного слова, ни одного высказывания, которое не было бы связано с двойственностью. Вы можете придумать слово, не связанное с двойственностью. Вы можете сказать слово «бог». Причина, по которой вы говорите слово «бог», заключается в том, что вы считаете, что пота бога здесь нет. Поэтому вы призываете бога. Если бы бог всегда был, то зачем вы должны были бы вообще говорить о боге? Так кого же вы зовете? Все понятия должны быть превзойдены. Все, во что вы верите, все, чему вас научили, все, что имеет какой-то смысл, нужно спустить в канализацию. Вы должны жить без ума. Не сказать это, не говорить об этом, но без лишних слов стать этим. Это единственный способ быть свободным. Даже когда я говорю о свободе, это то же самое. Причина, по которой мы говорим о свободе, заключается в том, что мы думаем, будто мы связаны. Поэтому мы и говорим о свободе. О чем вы можете говорить? Ни о чем. Вот почему, когда большинство из вас видят меня в моей личной жизни, то вам кажется, что я едва говорю. Ибо что я могу сказать? Не то, чтобы я не хотел говорить. Просто нечего сказать. Все это бессмыслится. Например, я спрошу у человека, как вы себя чувствуете. И он мне ответит. Я чувствую себя ужасно. У меня болит голова. Тогда я скажу ему, примите аспирин. А он скажет, что это ему не помогает. Я посоветую ему сжать голову обеими руками, и он сожмет голову обеими руками. От этого ему может стать лучше, а может стать хуже. Какая разница? Вы ищите ответы. Вы ищите совершенство. Вы стараетесь стать кем-то, быть кем-то. Но нет абсолютно ничего, чем нужно быть или чем нужно стать. Кем вы себя возомнили? Вы говорите, я мужчина, я женщина. Но это ваш пол. Это не то, что вы есть. Это вам сказали в самом раннем детстве. Вы не мужчина, не женщина. Но чем вы были до того, как родились? Вы были реальностью. Это снова слова. Ибо если бы вы были реальностью, то должна была бы быть и нереальность. Тогда это не может быть реальностью, правда? Подумайте об этом. Если вы говорите, я – это реальность, то это только сравнение. Чтобы вы были реальностью, должна быть где-то и нереальность. Тем не менее, большинство из нас всегда хочет быть чем-то. Нам недостаточно просто быть. Мы хотим быть чем-то. И, конечно, мы хотим быть лучше, чем мы есть. Нам не нравится то, чем мы являемся. Если мы толстые, то мы хотим быть тонкими. Если мы тонкие, то мы хотим быть толстыми. Если мы высокие, то мы хотим быть небольшого роста. Если мы небольшого роста, то мы хотим быть высокими. Если мы тупые, то хотим быть умными. Если мы умные, то думаем, что мы чересчур умные. Это никогда не заканчивается. Это постоянно продолжается. Это происходит вечно. Так как же вырваться из всего этого? Во-первых, вы должны устать. Вы должны устать от всей этой игры, добра и зла, верха и низа, счастья и грусти, богатства и бедности, болезни и здоровья. Вас должно тошнить от этого. Вы должны устать от всего. От всей этой игры. От всей вселенной. Всего мира. Затем, когда вы устали от этого, когда вы действительно устали, тогда пребывайте в тишине. Вы перестаете так много говорить, пытаясь доказать свою точку зрения, пытаясь победить в споре, пытаясь кому-то объяснить, что верно, а что нет. Вы учитесь молчать. Но вы не становитесь холодной, как рыба. Вы вежливы, приятны и добры, не потому, что вы хотите этого, а потому, что это ваша природа. Если вы чувствуете истинное «я», то вам не кажется, что вы лучше, чем другие люди, или что вы хорошие, а кто-то другой плохой, или что вы знаете нечто, чего не знает никто другой. Чем более реализованными вы становитесь, тем больше понимаете, что ничего не знаете. Вам больше нечего знать. Но когда вы понимаете, что мир ложен, что мир – это только заложенное в сознании понятие того, что вы можете делать в этом мире, того, что вы можете видеть в этом мире, что можете вы сделать, чтобы помочь кому-то? Тем не менее, кажется, что если вы пребываете в состоянии простого бытия, то окружающие вас люди получают от этого помощь. Вещи меняются. Тем не менее, большинство из находящихся сегодня в этой комнате все еще пытаются изменить плохое на хорошее. Вы хотите улучшить ваши обстоятельства. Вы хотите веселиться и радоваться всеми доступными в этом мире способами. И вы стремитесь к этому, и вы достигаете этого. И кажется, что все это у вас есть. Но это снова трюк Майи. Чтобы таким способом обмануть вас. Чтобы ввести вас в заблуждение. Чтобы вам казалось, будто вы веселитесь, будто вы наслаждаетесь жизнью. Но помните, что маятник должен будет качнуться в другую сторону. И очень скоро вы будете несчастны и будете рыдать. Вы будете чувствовать себя обособленными. Вам будет казаться, что вас никто не хочет и что вас никто не любит. Таким образом, вы ищете любовь в неправильных местах. И вы находите ее. И вы снова играете в игру. В своей жизни вы никогда не были так счастливы. Но через какое-то время маятник снова должен качнуться в другую сторону. И вы становитесь расстроены. Вы болеете. У вас все вызывает отвращение. Вот таким образом идет ваша жизнь. Вот тогда-то большинство людей и начинает искать ответ. Вот почему иметь хорошую карму – это отнюдь не благословение. Ибо если у вас хорошая карма, то вы не заботитесь о духовной жизни. Вы думаете, что получили хорошую карму и что вам не нужна духовная жизнь, которая предназначена для людей, которые страдают. Вы знаете, что многие люди именно так и думают. Они говорят мне, я живу хорошо, у меня много денег в банке, у меня есть дом, у меня есть автомобиль, у меня есть жена, у меня есть дети. Я получил от жизни все, что хотел. К чему мне духовная жизнь, которая нужна людям, которые страдают? Как вы можете так заблуждаться? Ибо все это пройдет. Даже если это продолжается всю вашу жизнь. Помните, что относительность содержит в себе изменения. В относительной вселенной изменения принимают любые формы и тянутся сквозь все времена. Я имею в виду, что ваша жизнь, какая-какая она есть прямо сейчас, это лишь мгновение и вечность. Это и есть вся ваша жизнь. Допустим, ваша жизнь длится лет 90. И вы прекрасно жили все эти 90 лет. Вы не стремились к духовной жизни. Вы пребываете в сновидении, вы не выходите из него. Вы глубоко вовлечены в этот сон. Вы глубоко вовлечены в мае. И если вы ничего не знаете о духовной жизни, а знаете только о вашей добродетели, о вашем материальном благосостоянии, то вам придется испытать и обратное. Поэтому вы можете вернуться в другую жизнь в том же качестве, в каком вы были в прошлой жизни. Богатым человеком из хорошей семьи. Но затем все это будет увидать и убывать. Мало-помалу вы начнете испытывать другую сторону жизни. Вам придется пройти через это. Поэтому может случиться, что вы, например, родитесь во время кризиса и инфляции. Вы потеряете все свои деньги. Ваш муж или ваша жена покончат жизнь самоубийством. Затем вы начнете процветать. Это будет происходить постепенно, в замедленном темпе. Поэтому вы не сумеете заметить это. Потому что вы можете видеть изменения только в течение одного жизненного цикла. Потому что вы сегодня здесь, а завтра вас уже нет. И вы верите, что если сейчас вы получили хорошие вещи, что если вы чувствуете себя здоровыми и сильными, то это все, чего вы хотите в жизни. Этого достаточно, чтобы сделать вас счастливыми. Вот почему в высших духовных учениях говорят, чтобы вы забыли обо всем этом. Не думайте о том, чтобы быть здоровыми, счастливыми и мудрыми, как вас учили, когда вы были детьми. Посмотрите на мир, в котором мы живем. Особенно на капиталистические общества. В капиталистическом обществе главные жизненные цели заключаются в том, чтобы стать богатым. Это не означает, что какое-то другое общество лучше. Например, в коммунистическом обществе жить хуже, потому что в коммунистическом обществе вы не можете ничем владеть. Оба эти общества майя. И то, и другое – это шутка. Дело в том, что вы должны понять еще раз. Все это продолжается до тех пор, пока вы верите в мир. Пока вы верите во Вселенную как в факт, как в объект. Вам придется снова и снова возвращаться и переживать все снова и снова. Я слушал старую запись Алана Уотца, сделанную в 1954 году. И там Алан Уотц говорит так. Я сижу в доме у Генри, и птицы так верещат, что я с трудом могу слышать то, что записываю на пленку. Смех. Те же самые птицы поют и сейчас. Сейчас происходит то же самое, что уже происходило раньше. Алан Уотц был здесь в 1954 году. А теперь здесь я. Смех. Что изменилось? И так будет продолжаться и тогда, когда мы все уйдем. Подумаешь? Ученики смеются. В 2110 году будут люди, которые будут вести такую же беседу и которые будут говорить о тех же самых вещах, о той же самой чепухе. А вон там будет сидеть Генри. Ученики смеются. Генри. Я сдаюсь, это безнадежно. Смех. И кто-то будет говорить. В 1992 году здесь сидел Роберт, слушая пение птиц. И Генри с длинной бородой будет сидеть вон там, когда я покину свое тело. Ученики смеются. И еще там будет собака. Смех. Генри. Я-то уже слишком. И вот мы здесь. Где мы? Так избавьтесь же от себя и будьте счастливы. Смех. А теперь давайте посмотрим, кто сможет поставить гуру в тупик. Где находится ум, когда человек пребывает в состоянии глубокого сна? Какой ум? Никогда не было никакого ума. Когда вы находитесь в глубоком сне, то вы обращаетесь к уму, который, как вы думаете, у вас есть. Этот несуществующий ум возвращается обратно в истинное «я». Ум или то, что мы называем умом, — это компиляция из мыслей. Мысли о прошлом, размышления о будущем. Все это и является умом. Но когда вы погружаетесь в глубокий сон, когда вы находитесь в глубоком сне, тогда некому думать. И вы не можете думать. Потому что мысли ушли в то место, которому они принадлежат. Они ушли в ничто. Они стали абсолютно ничем. Нет ни мыслей, ни ума. Поэтому, когда мы объясняем это людям, которые думают, будто существует ум, существует я, существует то и существует это, тогда мы говорим, что истинное «я» или «бог» находится на правой стороне груди, там, где находится духовное сердце. Когда мы пребываем в глубоком сне, ум, который до того был активен, возвращается в духовное сердце, где он до момента вашего пробуждения снова слит с истинным «я», который является духовным сердцем. Когда вы просыпаетесь, тогда то, что вы называете умом или мыслью, мгновенно устремляется в мозг. И вы сразу осознаете свое «я». «я» – это тело, «я» – ум, «я» – это ум. Затем вы осознаете вселенную других людей и все, что происходит вокруг вас. Все это происходит мгновенно, очень быстро. Но если вы подумаете об этом перед тем, как заснуть, если в момент, когда вы засыпаете, вы почувствуете, что ум входит в сердце, то в момент пробуждения вашей первой мыслью будет та же мысль, с которой вы засыпали. И вы сможете почувствовать, как ум выходит из сердца и возвращается в мозг, где свет становится очевиден. Но не беспокойтесь по поводу технических деталей происходящего. Не подходите к этому слишком скрупулезно и интеллектуально. Нет никакого ума. Нет никакого сердца. Нет никакого тела. Нет никакого сна. Нет никакого времени. Нет никакого пространства. Ничего нет. Есть только Генри. Смех. Спасибо, Роберт. Это был единственный вопрос. Это единственный вопрос. Вопрос ума. У меня есть вопрос. Роберт, что происходит с сознанием после того, как оно умирает? Как оно на самом деле перевоплощается? Как оно получает... Какое сознание умирает? Сознание плюс тенденции, с которыми человек покидает тело. Я слышал, что тенденции – это то, что является причиной этого. Такой шаблон, который является причиной, побождающей к следующей жизни. Но как это происходит? Какой тут механизм? Как это работает? Я имею в виду, что все это должно передаться через семенной жидкость. Как этот шаблон может оказаться в сперме? Как это передается? Получается, что мы должны подобрать себе отца или что-то в этом роде. Как это работает? Для того, чтобы это работало, вы сами должны работать. Пока вы существуете, этот вопрос ставится именно таким образом. И происходят все эти вещи. Но истина в том, что это не работает. Потому что этого никогда не существовало. Ладно, давайте немного поговорим о ложном путешествии. Как это попадает в тело человека, который производит зачатие ребенка? Вы имеете в виду сознание? Да. Сознание есть всегда. Что происходит с моим сознанием, умом и тенденциями после моей смерти? Как оно выбирает определенного человека в качестве отца? Как это попадает в семенную жидкость? Как это работает? Все это определяется тем, что вы есть. Тем, чем вы были. Вашими самскарами. Вашими скрытыми тенденциями. Чем вы были в прошлой жизни. Или в разных жизнях. Или в этой жизни. Всем, через что вы прошли. Похоже, что этот шаблон проникает повсюду и находит человека или сознание, которое еще не проявлено. Не получается ли так, что этот всепроникающий шаблон тяготеет к определенному мужчине? Как это работает? Представьте, что вы торгуете с наркотиками. И вас застрелил полицейский. Ладно. Тогда шаблон, или то, что вы называете шаблоном, покидает тело, отдыхает. Затем находит другое тело, подходящее для того, чтобы он мог продолжить свое существование с того места, на котором оно прервалось. И все вновь продолжается. Как он находит другое псевдо-тело из миллиарда людей? Как он узнает, что этот человек его отец? Это как иголка в стоге сена. Он находит то, что он должен найти. Он находит себя там, где он был. Он был наркоторговцем. Так что наркотики были его главным мотивом. Разрыв ленты. Будучи притянут к определенному человеку. Это как выражение «Как я просыпаюсь по утрам». Это то же самое. Эти вещи просто случаются. Человек проходит через все виды переживаний. Никто не понимает этих вещей. Тут нечего понимать. Никто не знает, как на самом деле работает механизм, посредством которого это сознание, обладающее божественным умом, становится семенной жидкостью определенного человека. Или вы ищите механизм, но никакого механизма нет. И все же мы все здесь, и все же что-то случилось, что-то поместило его в определенное тело. И это часть Майи, часть заблуждения. Только кажется, что это происходит таким образом. Но так это никогда не происходит. Так это не существует. И это только видимость. Вы говорите о семенной жидкости. И это тут совершенно ни при чем. Оно просто продолжается. Это продолжение того, что вы есть. И это заставляет вас выбрать подходящего человека. Выбрать подходящих родителей. Это все кармически обусловлено. Тут нет ничего глубокого и сложного. Вы просто продолжаете с того места, где вы остановились. Но как же тогда пространственная вселенная, где есть время и пространство, которые... Я имею в виду вот что. Когда мы умираем, когда все кончено, накладывается ли этот всепроникающий шаблон на какую-то конкретную, совместимую с ним вибрацию? Я смотрю на это, пытаясь... Вы слышали о хрониках Акаши, где есть запись о каждом человеке? О каждом сделанном он движении. Обо всем, что он сделал. Все это часть хроник Акаши. Они настолько запутаны, что потребовался бы миллиард бухгалтеров, чтобы хотя бы немного разобраться, как они работают. Но во Вселенной все подотчетно. Вы несете ответственность за все, что вы делаете. За каждое ваше движение. Так что даже когда вы поднимаете палец, это записывается в хронике Акаши. Вы окунаете палец в воду, это тоже записывается в хронике Акаши. Вы убиваете кого-то, и это попадает в хроники Акаши. В хрониках Акаши есть всё, что вы делаете. Кто интересуется хрониками Акаши? Он хочет знать о хрониках Акаши. Нет, я не хочу знать о хрониках Акаши. Это чистый воды миф. Конечно, это именно то, о чём он говорит. Нет, я не говорю об этой реальности. О чём вы говорите? О реальности? Да, он думает, что это реально, что этот миф реален. Я говорю об относительной реальности, смех, которая может и нереальна, но тем не менее мы здесь. Именно так я и говорю вам об относительной реальности, о хрониках Акаши. Всё записывается в большую книгу, смех. Посмотрите, что происходит. Каждый раз, когда вы делаете движение, оно записывается, и потом, когда вы покидаете тело, это попадает в семенную жидкость. А затем снова появляется то же самое, что и было. Когда оно покидает тело, то это может быть просто факт или состояние, или шаблон, или всепроникающее, или сознание, которое повсюду. И всё же это по-прежнему определённый шаблон. Как же он попадает туда? Он движется во времени и пространстве. Это определённый... Это клетка, атом. Единственный атом во времени и пространстве, который движется во времени и пространстве, и находит нужного человека, который должен быть отцом. Если вам это нравится, то вы можете сказать и так. Смех. Я просто пытаюсь узнать. И куда это приведёт вас? Никто никогда об этом не говорил. Никто никогда этого не объяснял. Потому что на самом деле тут нечего объяснять. Что тут объяснять, если этого не существует? Это как сказка. Да, и тем не менее, мы должны каждый день страдать и тяжело работать. А вы говорите, что этого не существует. Хотя сегодняшняя жизнь – это катастрофа. Вы знаете, она подобна пытке. Это более реально, чем вся эта реальность, о которой мы говорим. Она выше всей этой реальности. Вся эта реальность может быть реальностью, но она не проявляется. А наша повседневная жизнь очень трудна. Но вы говорите «наша». Говорите только за себя. Ладно, пусть будет моя. Ваша жизнь такова. И вы видите её так. И вы пытаетесь выбраться из них. Но нет ничего такого, чтобы на самом деле происходило, чтобы поставить вас в такие условия. Во-первых, поймите, что ничего этого никогда с вами не происходило. И тогда это уйдёт куда-то далеко от вас. Потому что эти переживания, как вы говорите, причиняют вам боль. И вы хотите знать, почему так происходит, почему это причиняет вам боль. Таким образом, вы думаете о карме. Понимаете что-то, что вы делаете. Это результат того, что вы делали раньше. И вы думаете, что это результат чего-то ещё. Поэтому вступает в игру правильные молекулы и правильные атомы. Вступает в игру всё, что создаёт относительный мир. И это происходит через атомы, через молекулы, через клетки. Из этих атомов воедино собирается именно такое тело, которое требуется вам, чтобы испытывать положенные вам переживания. И вот вы тут. Кажется странным, что мы не понимаем и непосредственно не переживаем реальность, а понимаем и прямо переживаем нереальность. Это не имеет смысла. Но в действительности вы не испытываете переживания нереальности. Вы просто так увязли в нереальности, что она кажется вам очень реальной. Возгляните на это следующим образом. Вас волнует кинофильм, который вы смотрите. И он кажется вам очень реальным. Потому что вы увлеклись в этот фильм, в его сюжет, в то, что происходит в нём. И вас это волнует. Вы действительно ощущаете то, что происходит в фильме. Таких людей достаточно много. Вы плачете, когда приходит время плакать. Вы смеётесь, когда приходит время смеяться. Но откуда появляется фильм? Это только свет и проектор. Существует только экран. И свет создаёт тени изображений. Всё это изображения. Они возникают, как тень возникает от света. Свет создаёт изображение на экране, и вам всё кажется таким реальным. Разве задали бы вы людям из этого фильма такой же вопрос? Спросили бы вы людей из фильма «Людей с экрана», как вы попали туда? Что заставило вас сделать это? Что заставило вас стать убийцей? Что заставило вас быть святым? Но некому было бы вам ответить, потому что всё это – лишь тени от света. Существует только экран. То же самое и с нами. Мы – это тени от света на экране жизни. И нам кажется, вот и мы проходим через все эти вещи. Но это не так. Так что это неправильное отождествление. Вы должны отказаться от вредного для вас отождествления свящами. И вы должны увидеть это в другом свете. В свете нового опыта. Вы должны увидеть всё это иначе, чем увидеть это сейчас. И когда вы увидите это по-другому, то всё изменится. Но до тех пор, пока вы держитесь за свои обиды и недовольство своим положением, заблуждение будет только расти. И всё же мы по-прежнему находимся под контролем этого заблуждения. Даже если мы пробуждаемся, даже если у нас есть реализация, то это всё ещё контролирует нас. Это система, это мошенничество и всё такое. Потому что мы всё ещё должны вставать и идти на работу. И мы под контролем. Мы всегда под контролем. Даже джняни находятся под контролем. И мы знаем об этом. Напротив. Ну, мне так кажется. Это то, что вы видите. Такая картина предстаёт перед вами. То же самое с Раманой. Если бы он не получал пищу, то умер бы как тело. Конечно, на самом деле он не был телом. Как проявление он управлялся какой-то силой, контролирующей проявление. Его проявление управлялось им, но не им как реальностью. И это работает не так. Мы, как люди, видим наш собственный мир. И мы видим, чем являемся. И мы видим это как переживание. Но такого переживания не существует. Джняни не испытывает того, что вам кажется. Когда Рамана умирал, он не испытывал никаких страданий. Он бы не умер, если бы не ел. Но выглядело бы это именно так. Но казалось, что его тело испытывает боль. Были стоны, были... Это то, что вы видите. Вы смотрите на это таким образом. Так вы это видите. Так это предстаёт перед вами. Но это не так. Почему же он стонал, если не испытывал боли? Это вы видели, что он стонет. Выходит, он на самом деле не стонал, хотя все видели, как он стонет. Он сам сказал, я не есть то, что вы думаете. Когда Рамакришна умирал, и казалось, что он страдает от боли, или проходит через все эти вещи, он тоже говорил, здесь никто не умирает. Вы говорите только в относительных терминах. Но относительные термины не существуют. Они как мираж в воде, как вода в мираже. Мы думаем, что видим её, но вода не существует. Её нет там. Всё подобно гипнозу. Это как если бы мы были загипнотизированы и верили в то, что испытываем боль, страдания и подобные вещи. Именно поэтому Майя и называется Майей. Вот о чём всё это. И тогда вы хотите знать, как это работает технически. Майя есть Майя, как сновидение. Вы не объясняете людям, видящим сон, как он работает. Почему этот человек споткнулся и сломал ногу. Это всё Майя. Другие люди, глядя на Майю, настолько поглощаются ею, что она причиняет им боль. Для них это очень идеально. Бросьте это. Не вовлекайтесь в технические детали, которые затягивают вас в Майю ещё глубже. Независимо от того, какой ответ вы ищете, сам ответ – это иллюзия. Каким бы этот ответ ни был. Вы называете это кармой, Майей, семенной жидкостью. В общем, называете это так, как вам нравится. Всё это – часть грандиозной иллюзии. Важно то, что чем больше вы выясняете подробностей, тем больше вы втягиваетесь в неё. Махарши сказал, что слова правнука – это истина. Слова правнука – это истина. Хорошо сказано, правнук. Обойдитесь без него. Я рассказал это своему другу, и тот сказал так. Да, слова – это надгробие, под которыми похоронена истина. Мне кажется, это тоже хорошо сказано. Слова – это надгробие, под которыми похоронена истина. Вот почему, когда вы приходите в это учение, я в первую очередь говорю о принципе божественного невежества. Вы должны практиковать божественное невежество. При этом вы говорите, что ничего не знаете. Что всё кажется таким, как будто оно реально. Все эти вещи кажутся реальным. У нас есть хороший просад. Он так вкусно выглядит. Саморазвитие материала, которые выходят у нас каждый день. Присоединяйтесь к дискуссиям. Не забывайте про лайки. По возможности и вдохновению поддерживайте понравившихся авторов и развитие канала материально. Все ссылки, как всегда, будут в описании и первом комментарии. Всем добра, любви и мудрости. А сейчас переходите к просмотру следующей части данного видео по ссылкам ниже или выбирайте среди тех, которые увидите перед собой на экране. Субтитры сделал DimaTorzok